Сегодня хочу небольшой сюжет сделать про складные кружки. В данном случае это кружка Foldacup, большая, маленькую, просто не могу найти, она у меня где-то была. Я ее какое-то время даже возил вот в таком вот чайнике, это чайник, обложился кружками, в общем, хочу про все рассказать. Возил ее какое-то время в таком чайнике, она внутри болталась, маленькая кружка, тоже от фирмы Foldacup, зелененькая, может вы видели в каких-то сюжетах. И сейчас я уверенный, что она там, взял этот чайник, а тут нету ее. В общем, она прикольная была тем, что влезала в чайник. Сейчас у меня есть вот такая вот кружка, это мне подарил Дмитрий с канала «На собственной шкуре». И, кстати, когда мы с ним виделись в последний раз, я у него тоже увидел Foldacup. Вот, Дмитрий, расскажи про вот эту кружку. У тебя красненькая, да? У меня разного цвета есть, у меня, у жены, у детей. Тоже Foldacup? Да, мы когда куда-то выбираемся, обычно, такие кружки с собой берем, удобные. Она в рюкзаке очень мало места занимает, эластичная, очень легкая. Знаешь, я ее сейчас пощупал, у нее какой-то пластик потверже, по-моему, чем у моих. Может, это из-за холода? Это может быть из-за холода, а еще это может быть... Смотри, потянуло хвою, чувствуешь? Смолой, вкусно. Ну да, мы здесь завариваем чай. Кстати, смотрите, у нас горелка примерзла. То есть сейчас чуть больше нуля, баллон настолько охлаждается, что примерзает к столику, который немного влажный. То есть это вообще прикол. Сейчас будем чай фигарить из этой кружки. У всех у тебя, у всей семьи такие? Да, мы когда куда-то выбираемся, берем с собой, удобно. Она так выглядит не очень, конечно, презентабельно. А сколько лет ты такой пользуешься? Я думаю, что уже больше пяти точно. Больше пяти, понял. Причем у меня были старые. Они, когда очень уж долго пользуешься, начинают облизать, и такими сходят как бы лоскутками. О-о-о! Начинают расслабиваться. Это даже фирменные, да? Да, фирменные у меня такие были. Значит, это не такая вечная? Нет, она не вечная. Спасибо, понял, понял. А покажи, что у нас в этой жирболе. О! Чайник. А, как пахнет Новым годом. Это вот меня Дмитрий с канала на собственной шкуре приобщает к чаю. К чаю из... Из елки. Да, из елки. Из сосны что-то постремались сделать, потому что слишком жесткие побеги. Потому что... А, кстати... Ноябрь. Кстати, вот нужно сказать, что Дмитрий мне подарил кружку складную, но немножко не такую, а другую. Сейчас я вам ее покажу. Такая, с другой концепцией. Ты сказал, она для доширака что-то подобное? Ну, я вообще-то для сублиматов ее покупал, потому что она закрывается герметично. Это ценное свойство. То есть, в чем прикол складных кружек? В том, что они не занимают места. Вот это, например, кружка такая, более-менее классическая. То есть, кофе попить в городе, кофе налил. Сюда это все залил. И спокойно попиваешь. Нету варианта, что ты обольешься. Здесь пластик, вот этот жесткий пластик. Это пластик мягкий. То есть, вот эта вот часть из мягкого пластика, можно ее просто достать и сверху жесткое кольцо. Ну, чтобы у вас ничего не разлило, чтобы вы уверенно это держали. Плюс руку это все не грело. Это не слишком супер складная кружка, в отличие от такой. И вот эту кружку-миску мы можем вот так вот ее надеть сверху. То есть, здесь, вот, и у нас есть кружка, допустим, для второго человека. Или просто вот в этом что-нибудь варить, отсюда пить. То есть, пожалуйста. Это у нас называется фирма, ну вот, Collapsible Silicon Cup. Не знаю, как фирма называется. 350 мл вот в такой коробке поставлялась. Выдаются даже целые такие жиральные наборы, куда входит вот такая вот кружка, маленькая кружка, миска, ложки, там, солонки какие-то и все прочее. Удобно браться, да, но она все-таки немножко так хлябает, когда налита. Мы можем вот это, например, на горелке вскипятить, на какой-нибудь маленькой еще где-то. То есть, это удобная комбо будет, потому что она открытая. А вот здесь вот пример закрытой складной кружки. Тоже достаточно удобно, да, вот мы ее сложили, допустим. Оп, убрали. Сюда еще влезет какая-нибудь перечница, это ложка, горелка, еще что-то, все убрали. Для примера взял термокружку, можно вот так вот делать и так далее. Но я просто не люблю термокружки, иногда хочу, чтобы побыстрее остыло. Поэтому для меня, например, вот такая вот кружка будет удачной, потому что в ней остывает не настолько супер быстро, как в металле, в таком вот. Ну и не так долго, как в термокружке. Это как заменитель даже такой немного термокружки. То есть, пока вы допьете до конца, напиток не остынет. Это хорошо. То есть, мне вот этим нравится подобная вот конструкция. Если вам не важно место, если кемпинг какой-то на машине, то, конечно, надо вот такие кружки брать, большие, и вообще не париться по поводу складных кружек и так далее. Просто это меньше места занимается. Раз, два, все. О, здесь еще информация есть на донышке. Я никогда не смотрел, что здесь написано. От минус 50 до плюс 200 выдерживает этот силикон. 350 миллилитров. BPA free, кстати, написано на дне. Нижняя часть силикона нагревается. Пластиковое кольцо вообще нет. Ну, все равно терпимо нижняя часть нагревается. Рукой держать можно. Тут крышечку нужно особо четко надевать, чтобы потом не облиться и спокойно пить. То есть, крышку надели, проверили, хорошо она надета или нет. И все, вперед. Когда пьете из вот такого стакана, у вас, чтобы кофе спокойно, так сказать, лилось, здесь есть два отверстия. Здесь таких отверстий нету. Комфортное питье происходит просто за счет ужимания. То есть, вы пьете, и вот это вот ужимается. Ну, все это, в принципе, работает. Не так хорошо, конечно, как с этими отверстиями. То есть, из этого спокойно попиваешь, и все. Здесь происходит сжатие стакана, потому что оно все герметично, и если наполнить это водой и потрясти, ну, ничего не выливается. Это здесь комфортно сделано, реализовано. Ну, вот стандартный стакан кофе 0,3, по-моему. По этому стакану, когда чай завариваем, привкуса никакого нету. Как сказал мой товарищ, он тоже никак особо привкуса не чувствовал. Тоже используюсь силиконовыми стаканами этой фирмы. Когда используется он без кольца, вот этого пластикового, можно неловким движением различить, потому что он все-таки очень мягкий, и лучше использовать его с пластиковым кольцом, несмотря на то, что это добавляет вес. Закрывается, в принципе, герметично. Вот мы его закрыли. Здесь закрыли. Пожалуйста, можно даже потрясти. И ничего не прольется. Я так нормально отрису, не проливается. Хорошая кружка, подарок. Ну и сейчас я буду, наверное, на все это видео нахваливать эти кружки. В общем, смотрите, например, вот такой подкотельник у нас. Подкотельник обычный, да, если вы его не эксплуатируете, к примеру, с флягой, то вполне возможно вот в нем организовать пространство, положить туда вот такую складную кружку, какой-нибудь пакетик с кашей, допустим, тот же. Нет проблем. То есть сварили в нем кашу, кушаете отсюда, развернув эту чудесную кружку. А здесь кипятите чай. Удобно. То есть вот такие вот бывают варианты. Тоже такие же. Вот такие складные кружки удобно сюда запихивать. Естественно, сюда удобно. Я тут много всего для примера взял. Можно и вот такие запихивать кружки. Хоть целых три. Вот эти, например, кружки в каком-то посудном наборе были. Они чересчур мелкие. Вот они меня этим раздражают. Зато они складываются и можно вот компактно их всех сложить. Тоже интересный вариант. И никакие складные кружки не нужны. Вот так взял и уже на троих. И из термоса, к примеру, чай разливать сюда. Можно, допустим, вот так. Вот в чем плюсы складных кружек. К сожалению, не могу свою маленькую найти, эту зеленую. Думал, взял ее вам для демонстрации. В общем, большая это то же самое, что и мелкая. Вот та красная, которую мы с Дмитрием записывали в сюжет. То же самое. Вот сейчас морозится, она так плохо раскрывается. Летом намного лучше. И вот она огромная. Здесь у нас 6DL. Вот эта зона, она какая-то хлипковатая. То есть даже сейчас при небольшом минусе я испытываю сомнения. Но как народ пишет по опыту, именно шведские они выдерживают. Губы не обжигает. Вот краешек немножко такой жесткий, вот у этих Foldecup. Такой, знаете, со следами литья пластика. Может, это удастся продемонстрировать. Но он жесткий, он такой жесткий. Он не плавный такой перекат, как вот такой силикон. Это пластик, и он такой немножко здесь жесткий. Ну и как вывод, штука в хозяйстве полезная. То есть что такое вот решение? Привкуса не дает при заварке чая Foldecup фирменный. Вот этим я не настолько интенсивно пользовался. То есть, чтобы судить об износе. Но могу сказать, что силикон вот этот на морозе себя прекрасно чувствует. Вот эта штукенция. Давайте я вот попробую показать. Она вот в этих местах, в сгибах. Она, естественно, тоньше, чтобы все сгибалось. Посмотрите, через нее как фонарик просвечивает, да? Она, естественно, тоньше. И мне кажется, она по этим сгибам и придет в негодность. Вот этот, он к морозу я вижу, что он более толер... Ну, более спокойно относится, толерантно. Пожалуйста, мороз, не мороз, по барабану. Здесь более жесткий пластик. И мне кажется, на мороз все-таки здесь что-то влияет. Ну, вот такой можно жорнобор создать с этими кружками. Ну, или просто попить чайку пойти в лес. Полезно иметь такую кружку. Кружку, миску и так далее. Все, пока-пока. Увидимся. Ссылочки и дополнительная информация в описании. Субтитры создавал DimaTorzok